Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Следует, что персональные данные около 283 тысяч пользователей Google стали доступны для публики. По крайней мере, той части юзеров сети, которым интересны чужие данные. Ошибка в приложении Google Apps повлекла то, что множество данных с разного рода сайтов стали общедоступны. Почтовые адреса, имена владельцев доменов и многое другое. Впрочем, если это случилось с вашими данными, наверняка представители Google уже связались с вами. Проблема касается тех, кто зарегистрировал доменное имя в 2012 году с помощью Google Apps for Work или его партнером Inom. Пользователи оплатили 6 долларов США сверху за то, чтобы их данные оставались не публичные. Однако по прошествии года эта информация обновилась, заодно став доступной. Адреса, имена и телефоны, несомненно, могли бы пригодиться мошенникам, которые рассылают, к примеру, фишем письма или вирусы. Впрочем, в Google уже рапортовали о том, что проблема решена и все снова засекречено. На войне все средства хороши, тем паче, если это война за потребителя. И цель – получение максимальной прибыли. Apple – опытный воин и использует все доступные средства, включая агрессивный маркетинг. Умные часы от купертинцев выйдут примерно через месяц, однако Apple уже побеспокоился о том, чтобы ликвидировать конкурентов своему новому товару. Не остановило яблочников и то, что большинство компаний были прежде партнерами корпорации. Продукции JobOn и Nike – это фитнес-трекеры, имеющие похожий на Apple Watch функционал. В общем, их больше не продают в Apple Store ни офлайн, ни онлайн. Еще раньше запретили продавать в них и трекеры от Fitbit и продукции Bose. Смарт-вотч от яблочной корпорации имеет в своем арсенале множество датчиков, в том числе гироскоп, акселерометр, измеритель пульса и барометр. У конкурентов есть все то же самое. Плюс довольно долгий опыт работы над подобными девайсами, продуманные функции и определенная армия поклонников. Нет одного – яблоко на логотипе. Конечно, никаких комментариев о причинах случившегося от Apple никто не дождался, но тут ведь и так все ясно. Виртуальный архив от Google задешево. Интернет-поисковик запустил новый сервис. Он актуален для тех, кому необходимо хранить данные долго, но с небольшой обонплатой. И Google Cloud Storage Nearline, пожалуй, может стать хорошим решением. Если нужен архив, который не сгорит и который не похитят, надо дублировать данные в онлайн-хранилище. Но это может быть накладно. Потому Google разработал новый продукт. Хранение одного гигабайта на Google Cloud Storage Nearline обойдется в одну сотую доллара в США. Это, к слову, сопоставимо со стоимостью хранения на жестких дисках. Подобные услуги уже существуют, к примеру, Amazon Glacier. Однако в противовес конкуренту, Google обещает скорость обработки запроса к онлайн-архиву не в несколько часов, а всего в три секунды. И да, громадные полки с папками и скоросшивателями давно анахронизм. Коричневые коробки оставлены ради безопасности жителей Сиэтла. Обычно из госструктур хорошие специалиста уходят в частный бизнес. Но на днях случилось необычное. Бывший работник крупных компаний из цифровой индустрии решил работать в полицейском управлении. Грег Рассел в резюме может указать такие позиции, которые делают любого желанной добычи для хэдхантеров. Он трудился в Cisco, Flextronics, а в последнее время в Amazon. Управление полиции американского города Сиэтл сообщило, что экс-CIO, одной из крупнейших онлайн-торговых площадок США, стал директором отдела информационной безопасности и управления. Сам Рассел прокомментировал это так. «Цинники бы сказали, что я потратил слишком много времени на то, что однажды пополнит свалки химических отходов. И я решил начать делать что-то более полезное для мира, чем доставка почтовых коробок до покупателей. Ну что ж, равняйся смирно, мистер Рассел». На этом все. И напомню, что любой из выпусков ProNet доступен в видеоархиве на сайте 24KZ. А свежие новости на наших страницах в социальных сетях. До встречи в эфире и онлайн.